Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного! Номер 639. События дня. Лука 21.8. Он сказал, берегитесь, чтобы вас не вели в заблуждение, ибо многие придут под именем моим, говоря, что это я, и это время близко, не ходите вслед их. Александр Андрусенко, электрик четко показал и объяснил, вторая минута 12 секунды, что кабельная линия, за которую он отвечает, в безопасности, а там, где идет обрезка, зона ответственности других людей, и он помогает вам по вашей же просьбе, а вы его, тем не менее, подставляете. И отвечаю, он сказал, это не доказательство, об этом я уже дал ответ, не повторяйтесь зря, что мы просили убрать гигантский тополь, готовый рухнуть на дом, не сучки пилить, а относительно просьбы тоже ответил, что просьба имеет два исхода, да и нет. То есть я или соглашаюсь на его просьбу, или нет, иначе это не просьба, а приказ, приказ вышестоящего, который нельзя отменить. Запись моя, и мое право ею воспользоваться по своему усмотрению, а не по просьбе нарушителя. Вопрос исчерпан. Татьяна Клюева Игнатий, вы уникальная личность, давно отметила такое, что едино же соприкоснувшись с вами, уже не забудешь, даже виртуально. Лет десять, наверное, есть, как вы в списке моих друзей в моем мире. Многие появились и исчезли из ниоткуда и в никуда. Но есть такие, о которых даже не общаясь, вспоминаешь. Вы один из таких замечательных и светлых человечков. Самых добрых и теплых вам пожеланий. Отвечаю. На моем форуме, повторяю, не на сайте, не в моем мире, а на форуме, есть ответ почти на ваше чистое письмо. Там четыре страницы весьма обильных, и вам вполне понравится переписка наша. Ну вот полностью. Она есть, кто желает узнать о чем, о моем мире, с кем я переписывался, с фотографиями, все. Очень интересно. За несколько лет я выставил некоторые передачи, ну, четыре полных страницы. Это очень много. Наталья Чернова. Супер! Классно! Спаси Христос Игнатий Тихонович. Это за стихотворение о старости. Я его еще раз покажу. Вот Наталья Чернова и Марина Сергеева. Это люди, которые были у нас в лагере. Видели своими глазами. Пишет об этом. Галя Загуляева тоже была с ребятишками. Галина Влеська отзывы дает. Тоже была в лагере. Вот люди, которые были, жили не меньше месяца каждый день. У них отзывы такие, которые соответствуют действительности. Я, который ни разу не видел, ничего не знает, говорит, ну, ничего не знает. Он не видел. А это вот десять лет смотрит. Михаил Домнич. Замечательные мысли выражены в рифме. Только что закончил утренние дела с пяти часов. Тружусь мало по малу. И, как говорит ваш брат отец Аким, уже не раз с утра рубашка взмокла. Перефразировал по-своему, правда, ну да, простит меня первоисточник. По сердцу мне ранняя молитва, работа и забота. И хвала Христу за это. Спаси Христос. Ксения Юрова. Дорогой Игнатий Тихонович, доброе утро. Благодарим за внимание к нам, за присылаемые стихи. Как интересно Господь все устраивает. Вечером мы с мужем смотрели ролики в ноябрь 2015 года, где вы встречаетесь с благотворителями и помощниками в ваших делах. Ремневой Надеждой Степановной, Морозовым Геннадием Михайловичем, Амбрамовым и Жердиевым Геннадием Ивановичем, Хромовым Анатолием Петровичем. А сегодня утром получаем от вас стихи о старости. Эти уже не молодые люди, как дети, радуются встрече с вами. Это директора заводов. Я решил всех, которые помогали, отблагодарить книгами. И Сергей Пупков меня повез. Искали, помогали нам их найти. И некоторые еще работают, правда, на других работах. А некоторые просто дома уже находятся. Они стесняются, теряются, умиляются и удивляются, как малыши. Какое счастье, что Господь сподобил вашим путям пересечься тогда двадцать-тридцать лет назад и сейчас. Игнатий Тихонович, молодейте с каждым днем душою. Любовью знаменем укутывайтесь. Это строки из моего стихотворения. Покрепчим. И помните всегда, что ваш профиль и анфас неотразимы и нами. Вы любимы. Вот это. Бывает один день нападки. Там матеряться. Ну, невозможно. А какие? Или берем ягоду к аренду. О, сектанты и суда добрались. Ну, что, дорогу делаем где-то. О, юридики, сектанты. Ну, то есть, это дворкинская отрыжка везде захватывает. Ну, а сегодня прошел день. Все отзывы вот какие есть. Ни одного дурного. То есть, Бог, как бы сказать, выравнивает. Ну, и сейчас показать нужно мне. Второе. Это откуда это все идет? По старости стихотворения. Сначала мое, а потом Андрея Дементьева. Старость никогда не обойдет. Конечно, если раньше не откинем. Кровка в колодце, ноги словно лед. Румяне заменяется на синий. Все думал в юности, позиции не сдать. От долгих насморков, простаты и запоров. Хребет согнет, и хрустнет вдруг костяк. Заклинет клапаны сердечного мотора. Привлечь на помощь прежнюю осанку. Пытаться выше ноги поднимать. Отваливается прежний начнет кусками. И кожа сморщится. Такой запомнил мать. Уверовав в евангельское чудо, В спасении вечной в Иисусе Божьем Сыне, Я понял, красота моя не в щубе, А все в любви, что в старости не сгинет. В любви и благодарности Иисусу За жертву и страдания на Голгофе. Персты тверды, хотя на вид трясутся, Неузнаваем стал Иван Фасов профиль. Душою молодею с каждым днем, Любовью знаменем укрыт от непогоды. Важнее важного, с кем обраку идем, Кому ты нужен и на что же годен. И чувствуешь ли нужным поутру, И к вечеру в довольство запахнувшись, Кто воздохнет, когда в свой час умру, Какой молвой в гробу наполнят уши. Сжимая зубы, виду не подать, Что слышу скрип и хруст меж позвонками, Что смерть крадется слепо лютой тать, А члены тела как бы и не с нами. С молитвой падаю поклонами земными, Доблю апатию брюзжания с маразмом. Дух ревности с колен на труд поднимет, Не оказаться бы при встрече с сонно-праздным 23 марта 2005 года. Андрей Дементьев. Дальше прочитайте, у меня сил нету считать. Все еще не направилась голосовая инструкция моя. Ну что, вчера с утра мы думали почистить колодец. Это очень непростая работа, опасная. Человек лезет в глубину, подготавливается, Лестницу опускает, В ведро тащит глины с водой, Сверху льется на него, он весь в глине. В сентябре, когда грунтовые воды понижаются, Сначала откачали, И потом подумали, кто полезет. Володя, я полезу, а на его усадьбе. Ну и где-то выбрали 50 сантиметров. Там глины нанесло за 14 лет. Никуда не пользовался. И осталось еще примерно 40 сантиметров. А время уже к обеду подошло. У нас обед всегда в 2 часа, А тут я перевел, попросил перевезти ребят на час. Еще, говорит, 40 осталось. И как раз время обеда. Я говорю, давайте, доставайте, мойте Ведра, веревку, Лестницу. И на этом конец. Дня через два можно откачать еще раз И осветить святой водой. А колодец-то ясно освящен был. Люди жили тут. Калашникову. Но после обеда Володя Пащенко, Никита Колесников, Игнатов Сергей с Украины Худлидара приехал. Они пошли к Роману Малышу. А одни колят дрова, а этот чищу. Рубит Сергей. А сам Роман в Барнаул на день уехал зачем-то. По делам своим там купить что-то надо. Вот. Я набрал черноплодные рябины. Два ведерка вчера. А тут день идет, дождь не прерывет. Идет, перестанет, идет, перестанет. Я никуда уже не вылазил. Ну и наши ресурсы посмотреть. Главное, это мой мир для меня был. Если Ютуб 27 декабря 2002 года зарегистрированный был, то остальные ресурсы пораньше. Мой мир, потом гиблейский православный сайт, потом форум. Вот, где я в шапке. Вот эта страница наша. Вот Королева. Приехали. Вот. Ленточный наш канал. Вот он как православно выглядит. Православный форум. Не канал, форум. Игнатия Лапкина. Посмотреть, сколько вчера было людей. Посетила. 234. Посетители. 234. Роботы просмотрели 779 раз. Просмотры. Что тут, я знаю. Закладок. С других сайтов. Роботы. Какие данные даются. Во сколько, когда, кто посетил. Тут можно даже посмотреть подробно, где нас посещает. Откуда. Вот я нажал. Она открывает так долго. Все же. Открыть карту надо по всему миру. Откуда у нас люди. Красные пятна большие. Малые большие. Это значит больше. Вот открывает долго. Посмотрим. Я сам давно не смотрел. Вот. Карта. Ткнул внизу. Из Финляндии. Из Норвегии. Очень многое из Германии. Ну, конечно, центр России тут заполнено. Все. Вот. Из Китая есть. Из Австралии тут были. Эти дни не было. Это речь идет. С какого, по какое число. Вот. Пожжи. Из Франции. Их влаги. Вот они. Видите? Это все. За это время посещаемость. В эти дни. Это. Последнее было. 12-го вчера. 20-го. Ну, тут понятно, что это. И в России. Там что у нас это? Кубари. Саратов. А, это и русские откуда. А вот разная Украина. В прошлый день из России было 892, из Украины 110, из Белоруссии 30, из Соединенных Штатов 29, из Германии 16, из Израиля 14, из Польши 9. Республики Молдова 5, объединенное королевство 3, 3, из Турции 3, из Казахстана 3, Канада 3, Латвия 2, из Италии 2, из Нидерландов 2, Эстония 2. Вот тут, видите, как к системе показывает, где, кто и как. Вот первое я показываю на наше, это второе, это второе, это второе, и видеоканал. Большой видеоканал. Посмотреть. 7.23. Сейчас обновлю страничку, глянем, вот российский флаг Триколор, лучший от создания мира, 27 просмотров за 32 минуты, вот, второе время собирать камни, 29 за 30 минут, ну, в среднем так получается, и все одинаково. Вот пять роликов я выставил за вчерашний день, покраску ведем. И во свете Библии православный библейский сайт. Вот, как он выглядит, очень богатый, заходите сюда. И теперь можно закрыть все это дело. В старость это можно убрать, стихотворение. Вот война о войне, я отвечаю на вопросы. Вопрос 2710-й, 12-й том открытым оком. Если предчувствия какие-то, что война обязательно будет, кто об этом пишет прямо? Перед Первой мировой войной были такие размышления? Ответ были, и при том в разных слоях населения, как и сейчас. Дальше я перевожу грядущий день. Первое послание апостола Павла к фессалоникийцам, 5-я глава, 3-й стих. «Ибо когда будут говорить мир и безопасность, тогда внезапно постигнет их пагуба, подобно как мука родами постигает имеющую в очреве, и не избегнут». Эти слова пророческого значения сказаны очень давно. Сказаны они фессалоникийцам предупреждение пришествия Дня Господня. И вот как многозначащие они ныне. Человечество наших дней, гордое человечество, гордо называемого 20-го века, упоенного своей мнимой культурой, глубоко презирало эти вещи и слова. Оно в своем самообольщении результатами своих приобретений в области техники, промышленности, науки и поышления, гордо установило, что ныне настало время мира на Земле. Что никакая неожиданность не может грозить человечеству своей катастрофичностью. А посему, мол, и эти слова – суть пустой звук. И нужно признаться, что если смотреть на этот вопрос глазами ограниченного ума человеческого, ума непростого ограниченного человека, а глазами ума человека, стоящего на высоте современных человеческих достижений, то и нельзя было не прийти к тому заключению, что мир на Земле почти обеспечен. Да и как было этому не поверить, когда об этом свидетельствовало столько обстоятельств, влиявших на установление этой веры? Во-первых, религия уже целые тысячелетия трудилась над дикими инстинктами человека, облагораживая их. Во-вторых, изобретения человека настолько сблизили народы между собою и так спутали их духовные и торговые интересы, что никакие несогласия, никакое между ними казалось невозможным. В-третьих, орудия войны под влиянием гениальных усовершенствований в своих силах, разрушения, смертоносности, достигли такого внушительного совершенства, что они заставляли бросить всякую мечту о нападении одного народа на другой. Ибо уж слишком наглядной оказалась очевидность невероятного истребления себя и других, и вся невыгодность этой операции. В-четвертых, современное социальное учение, казалось, в корне уничтожали всякую национальную рознь, сводя борьбу не к борьбе национальности между собою, а к борьбе неимущих классов с имущими. Ибо самыми злыми страданиями современного человечества были не страдания от господства одной нации на другую, а страдания от господства имущего класса над неимущими во всех странах одинаковы. Поэтому не могу считать, читайте сами. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Кому считать возможно, тормозните, просчитайте, потом дальше. Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok 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 Продолжение следует...